Поражающие своей красотой ювелирные изделия вряд ли кого-то оставят равнодушным. Каждая красива и уникальна по-своему. В этом выпуске программы мы расскажем вам, как создается все это великолепие. Пресс-форма и горячий воск. С этого начинается изготовление любого золотого украшения. Резина выдерживает высокую температуру, она прочна и потому по одной форме можно сделать множество копий. Для литья ювелирного воска у каждого мастера огромный запас самых разных заготовок. Несколько секунд и слепок готов. Константин Гольдин пошел по стопам своего отца. Он сразу после окончания института начал постигать азы ювелирного дела. Как бы профессия меня больше и больше затягивала, появлялась как бы интерес, который рос со временем. Ну в итоге вот уже я 17 лет занимаюсь этим делом. Ну можно сказать, наверное, дело моей жизни. Профессия ювелира многогранна. Нужно освоить все этапы производства. Если на предприятиях над одним изделием работает несколько человек – ювелир-закрепщик, полировщик, монтировщик, литейщик, то в небольших мастерских ювелиру приходится все это делать одному. Создание украшений – это очень тонкая и сложная работа. Вот проработал уже много лет, но нет пределам совершенства. То есть учишься и что-то познаешь новое, где-то что-то открываешь, появляются новые технологии. То есть за 17 лет, которые я работаю, профессия в принципе сильно изменилась. То есть развитием технологий. Константин имеет в виду 3D-технологии, которые позволяют создавать сложные ювелирные изделия, открывая новые возможности для творчества. 3D-принтеры уже создают изделия воски. В дальнейшем станет возможным, грубо говоря, просто распечатать золотое колечко на принтере. Но пока ручная работа по-прежнему востребована и ценится достаточно высоко. Даже если делаешь 100 одинаковых изделий, оно, каждое, будет все равно немножко неповторимо. Потому что, ну, все равно ручной труд в доработке изделия, в закрепке камней, в полировке изделия, он все равно есть, и все равно от него никуда, никакие машины нам его не заменят. Поэтому в каждом изделии остается свой штришок, своя частичка души. Попробуем вместе с Константином сделать небольшую золотую подвеску. Сначала заливаем форму горячим воском. Константин, и много у вас таких заготовочек разных? Ну, да, довольно много. Изделий же много разных. И, естественно, на каждое изделие... А если что, вы сами делаете, да, это заготовка? Да, если есть у нас готовое изделие, мы с него можем снять вот эту вот резиновую форму. Такие изделия, говорит Константин, заказывают к рождению малыша. Слепок готов, теперь делаем восковую елочку. Это вот образцы простых изделий, да? А если оно более сложное, ювелирное изделие, с множеством ответвлений, вот как выглядят? Ну, вот такие восковочки и растят 3D-принтеры, которые... А, все-таки нужен 3D-принтер. Ну, да. Вот в современном. Да, для сложных изделий. Вот модель кольца, вот это воск, который вырастил 3D-принтер. Думаю, что скоро 3D-принтеры будут сразу в металле выращивать. Сейчас они делают пока воск. Пришел домой, нажал кнопочку, отпечатал себе колечко. Вполне возможно, что будут и такие технологии. Хорошо. Еще одно важнейшее качество для мастера золотых дел – это терпение и выдержка. Ведь работа подразумевает постоянное пребывание в сидячем положении, за кропотливой работой. Без развитой мелкой моторики и хорошего глазомера просто не обойтись, ведь каждое движение должно быть точно рассчитанным, иначе изделие может быть испорчено. Опока готова, форма масса застыла. Вот видите, она твердая. Теперь надо опоку поместить в печку, чтобы воск, который там вылился наружу при нагреве, опока будет определенной температурой нагреваться. То есть создать такую внутреннюю форму, чтобы туда можно было залить металл? Да, пустоту, которая потом заливается металлом. Ну вот металл застыл. Теперь мы опоку можем достать из камеры. Аккуратненько. Ну и чтобы долго не ждать, давайте мы ее охладим. Возьмем вот так вот за низ, чтобы она держалась крепко. А, надо крепко-крепко держать. И сюда переносим. Сейчас мы ее остудим. Это слишком будет шумно? Ну, небольшой будет пшик. Ой! Так, и надо немножко покручивать. Чего себе! Да, небольшое извержение вулкана. Давайте теперь вытаскивать уже готовую елочку эту, да? Что мы делаем? Вот, смотрите. Ага. Сейчас она мокрая, немножечко грязная. Это вот это золото? Это золото. Ну, мы посмотрим, как будут выглядеть эти изделия. Да? Засияют. Засияют, заблестят. То есть это все нужно теперь отпилить? Да, да, да. Совершенно верно. Дальше сложный этап обработки. Изделие нужно отбелить, поставить камни и отполировать. Петух нашего сегодняшнего труда. Вот это красота, да? Да. Который вы тоже приложили рук. Ой! Вот, смотрите. Константин, у вас очень интересная профессия. Спасибо большое, что поделились тонкостями своего мастерства с нами. Замечательно, что у нас такая красота получилась. Я тоже рад, что у нас обратили внимание на нашу профессию. И в память о нашем сегодняшнем совместном творчестве я хотел бы вам подарить вот такого вот петушка. Символ года. Чтобы этот петушок принес счастье. Все эти прекрасные золотые и серебряные украшения изготовлены в мастерской Константина Гольдина. Каждая уникальна по-своему. Ювелир увлекательная, но в то же время сложная профессия. Чтобы гордо называться мастером ювелирных дел, необходимо быть художником, слесарем, шлифовщиком, пайщиком и вообще обладать большим спектром знаний и умений. Субтитры подогнал «Симон»